Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». И сейчас мы поговорим о теме, волнующей, если не всех, то большинство людей на планете об образовании. И у нас сегодня в гостях Олеся Игоревна Липина, бизнес-тренер. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, расскажите, какие вообще ценности должно формировать современное образование у людей? Этот вопрос, он вечный в педагогике. И профессионалы со мной согласятся, кто в этом разбирается поглубже. Я только приехала из Москвы, с международной конференции «Россия», ее место в современной цивилизации, какие будут прогнозы, и какие дальше еще проекты могут быть связаны с нашей страной. И вот выяснилось, что на самом деле ситуация геополитическая не очень радужная для России. И политологи выступали, что нам сегодня трудно, потому что у нас нет союзника достаточно мощного для того, чтобы себя в мировом пространстве позиционировать как сильная страна. Но я вышла выступать, потому что сказала, что друзья мои, в общем, как женщины, я очень хорошо знаю, если у тебя нет, например, каких-то определенных привилегий во внешности, либо в какой-то черте характера, то можно другие в себе развить черты характера, внешние данные, чтобы привлечь к себе союзника, друга, наставника, партнера и так далее. Но это действительно тема такая гибкая и свойственна женщинам в осознании этой мысли. А у России, это тоже женщина, страна женщина, есть привилегия своя, есть сильная сторона, это ее духовное начало. И я считаю, что сегодня в образовании нам необходимо формировать, прежде всего, у тех, кто получает образование, духовные ценности. А ценности должны быть связаны именно с тем, чтобы мы возвращались к вопросу именно начала своего происхождения как отдельного народа, проживающего на территории Российской Федерации. Это не связано с тем, что один народ будет ставить себя на первое место по отношению к другому народу. Речь идет именно о том, чтобы каждый народ, который проживает на территории Российской Федерации, знал истоки своего происхождения, своей традиции. Ведь у нас сегодня даже нет русского праздника. У нас русский праздник – это либо календарный праздник, либо религиозный праздник. А вот такого русского фестиваля, русского праздника, чтобы мы сказали, «Вот сегодня мы отвечаем день русских, не России, а русских». Например, у нас такого нет. Почему это происходит? Для того, чтобы, наверное, мы, проживая на территории Российской Федерации, стали лучше ориентироваться в отношении с другими странами, нам нужно вернуться именно к началу себя. Четко должен каждый житель нашей страны понимать, откуда он пошел, откуда, где его истоки. Но он сам должен как-то к этому приходить? Или все-таки уже где-то такие технологии применяются? Может быть, где вы преподаете? Я знаю, что вы в Институте мировых цивилизаций также еще преподаете. Вы как-то практикуете это, чтобы люди реально возвращались? Да, я работаю заведующей кафедрой мировой цивилизации и мировой политики в Институте мировых цивилизаций. У нас там есть, конечно, ряд дисциплин. Они узкопрофильные, там, например, дисциплина этнополитологии, которую я преподаю. Там мы об этом говорим, но с научной точки зрения, не популяризируя вот так вот явно. Это, в общем, конечно, для тех, кто этим заинтересован. Конечно, должен быть человек, должны быть определенные наши технологии, отечественные технологии, которые смогут формировать именно эти ценности, о которых я ранее сказала. Ведь у нас сегодня какая опасность? С Запада пришла модель обучения. У нас существует система бакалавриат, магистратура. Почему-то разделили обучение на два срока. Это сделано с точки зрения маркетинга, на мой взгляд. Чтобы была возможность у студента больше, ну, как-то, я не знаю, денег получить с него. Потому что, ну, ты обучился, а потом идешь дальше учиться, опять сплати. Нельзя образование превращать в маркетинг, в продажи. Это очень плохо. И формировать такие ценности мы должны 100% не по западным технологиям. А если по западным, то брать только хорошее. Но, опять-таки, западные технологии – понятие достаточно условное. Западные технологии образовательные, они в основном устроятся на бихевиоризме. Есть такое направление. Когда тебе показывают, как делать, ты повторяешь. И, в общем, у тебя вырабатывается условный рефлекс. Но вы знаете прекрасно, что в городе Рязани жил нобелевский лауреат, первый нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов, который, собственно, и создал эту теорию условных рефлексов. Тебе показали, у тебя рефлекс закрепился, ты повторяешь. Если мы будем говорить, что это западные технологии, мы здесь будем ошибаться. А другие западные технологии, их не существует по большому счету. Поэтому сейчас, да, есть засилие дистанционной системы обучения, вебинаров. Это все прекрасно. Но есть опасность. Мы можем потерять ту самую духовность, которая необходима нам для тех, кто живет в России. Потому что мы теряем самое свое основное конкурентное преимущество перед другими странами. Я считаю, что через компьютер, да, общаясь дистанционно, сформировать в человеке моральные ценности невозможно. Педагог должен быть, да, педагог должен мотивировать. И какие сейчас технологии именно образовательные, вот, бывают актуальны и необходимы для обучения? Вы понимаете, здесь же суть вопроса связана с тем, что можно попасть в руки дилетанта, а не мастера. Вот на это нужно обращать внимание. Очень часто меня спрашивают, вот хорошо, Олеся Игоревна, я заплачу вам за тренинг. А где гарантия, что я получу результат? Я вообще нисколько не теряюсь при ответе на этот вопрос. И мне самое свое время, когда это было лет там 7 назад, было очень важно, чтобы при общении со мной человек получил результат. Если результата нет, значит, я сама в себя не смогу поверить. Если я сама в себя не могу поверить, я не смогу за собой повести человека, который нуждается в моих знаниях. И здесь важно, когда вы общаетесь с педагогом, с учителем, с мастером, в общем, с тем, кто берет на себя величайшую ответственность, передать знания и сформировать у человека определенную систему ценностей, получать от него эффект, результат. Если нет результата, а может быть, неожиданный результат. У меня вот, например, есть, когда люди приходят обучаться продажам на тренинге, а потом они получают, что получается так, что они не хотят, оказывается, быть менеджерами. Они, например, выясняются, хотят наладить свою личную жизнь. Это тоже результат. На самом деле осознание того, что ты одной потребностью закрываешь другую потребность. И они видят этот результат в работе со мной. Я переспрашиваю, всегда держу обратную связь, интересуюсь. Ну как, скажите, что нравится, плохо, чувствуете вы, есть результат, нет результата? Ну и, в общем-то, большинство говорит, что есть, конечно, результаты, возвращаются. И вот общение с моими учениками, обучение моих учеников, оно приобретает такой формат, может быть, где-то в чем-то бесконечный. Люди сами не хотят уходить. А вот скажите по поводу дилетантов. То есть тот ученик, который так и не смог получить знания, это действительно, значит, над ним стоящий человек, педагог, мастер, тренер, он не смог профессионально воздействовать на него как-то, да? То есть действительно он не профессионал? Ну, здесь вопрос, что такое профессионал или не профессионал. Это долго рассуждать на эту тему, мы с вами будем. Но вот лично моя практика профессионально показывает, что те, кто обращаются, они всегда получают свой результат, который хотели получить. И да, ну это же логично. Если вы не получаете, вы приходите в магазин, что-то покупаете. Если вы не получаете творог, который вы хотели, вы же, наверное, этот творог потом больше не будете покупать еще раз. Так же и здесь. Если вы приходите к учителю и не получаете, и не видите, что у вас есть, происходит с вами развитие в общении с этим человеком, вы поменяете мастер на другого. Ну, а вот школьники в школах иногда не хотят учиться, это значит, их не заинтересовали? Да, потому что сама школа из себя представляет массовое обучение, а я за индивидуальный подход. Никогда я не буду собирать группу, где больше 10 человек. Даже 10 уже много. Но не хватает энергетически тебя на эти, на большое количество. Класс 25 человек. Вот сейчас происходит оптимизация в классах, там, в школе. По 40 человек сидят. Но это, конечно, не обучение, это вот времяпровождение. Да, действительно, я против вот той классической системы образования, которая сегодня у нас в школах существует. Что вообще тогда в таком случае ожидает наше образование? Знаете, у меня еще есть модельное агентство, Emodels GQ. Я его организовал очень спонтанно. Просто сделала объявление, все, кто хочет научиться, сделать макияж, красивые прически, красиво ходить, танцевать. Пожалуйста, приглашай. Мне самой было это очень важно, чтобы девочки, которые живут в Рязани, приобрели такие навыки. И я еще такая думаю, я приглашу преподавателей лучших из Рязани и сама научусь. И народ отозвался. Мне кажется, вот будущее образование заключается в том, что оно должно быть дифференцированным. Человек должен приходить за удовлетворением своей конкретно на сегодняшний день определенной потребностью. Если мы будем предлагать какие-то общие дисциплины, то мы можем получить на выходе ноль. И тренинги мои, они все об эффективных коммуникациях. Это одна большая наука о коммуникациях. Но есть тренинги для женщин. Это для межличностного общения с мужчиной с противоположным полом. Что же этого стесняться? Давайте об этом говорить. Это все равно нужно женщине, так же, как это и нужно и мужчинам. Если бы я была мужчиной, я бы такой курс обязательно разработала для мужчин. Есть тренинги конкретно для людей, которые хотят продавать. Есть тренинги для тех, кто хочет быть замотивированным. Но всю науку я дифференцировала. Мне кажется, будущее именно за дифференциацией. Сейчас, в принципе, в экономике, в политике все приходят к тому, что интеграция невозможна и развитие невозможно тогда, когда ты объединяешься и все скопом собираешь. Все должно быть детализировано, потому что важен человек. Вот он должен стоять в центре всего, что происходит. На это нужно обратить внимание. И я хочу сказать, что знания могут быть ложными, могут повести обманным путем, могут дать не те знания, потому что в настоящих знаниях, в распространении знаний, которые дают результат, мало кто заинтересован. На самом деле, ведь вырастают конкуренты, а теплых мест тоже ограниченное количество. Это тоже нужно осознавать. Правильно? Если дадут знания, кстати, западные технологии, они, мне кажется, были запущены на систему российского образования именно с той целью, чтобы повести нас по ложному пути. Вводите CRM-систему, там, скажем, 7 касаний. Да, конечно, это все может где-то один-два раза сработать, но там, где ты не проявляешь душевности, где ты, ну, это все я на своих тренингах рассказывал, там у тебя все равно человеческие отношения будут рушиться, которые так нужны в любом виде деятельности, в том числе и в бизнесе. И я считаю, что на сегодняшний момент у нас даже слово было введено «менеджер». Ну, кто такой менеджер? Ну, это не какое-то размытое понятие. Я, например, готова делиться своими знаниями в рамках даже вашей компании, потому что с вашей компанией поступило, вы знаете, да, такое предложение о том, что мы будем совместно с вашей телекомпанией обучать людей, но мы не хотим обучать на тренингах менеджера. Мы хотим обучать тех, кто решил сделать карьеру. Карьеристов мы хотим обучать. Ну, не с отрицательной точки зрения нужно смотреть на это слово «карьерист», о тех людей, которые хотят с нуля, с помощью знаний раскрывать свой потенциал, свои способности. И тогда они сами на себе почувствуют, как карьера их будет выводить в профессиональном росте на всё более новые и новые ступеньки. И если я сейчас скажу, приглашаю на обучение менеджеров, я на самом деле буду вводить людей в заблуждение. Я хочу пригласить на обучение всех, кто хочет построить свою карьеру в сфере коммуникаций. А уж куда потом эти коммуникации он будет применять, каждый будет решать сам. Да, и вот у меня всё-таки остался вопрос. Существует пропаганда и настоящее образование. Как их отличить? Есть какой-то нюанс? Всё очень просто. Достаточно задавать вопрос «Зачем?». Зачем тебе дают эти знания? Если ты не находишь ответ на этот вопрос, значит, ты остался в руках пропаганды. Если ты знаешь «Зачем?», ты в своей жизни понимаешь, зачем ты получил эти знания, зачем тебя научили красиво одеваться. Ты ответил на этот вопрос, ты получил знания, ты получил образование. Если ты не понял, зачем тебе объяснили тот или иной закон, но на практике не показали, как он применяется, значит, ты остаёшься в плену пропаганды. Вы меня прям поразили сегодня. Приходите к нам ещё обязательно. Спасибо вам. Приезжайте почаще. Успехов вам в вашей карьере и вашим ученикам. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин